С 2012 года Госфильмфонду принадлежат функции Объединенной Государственной Киноколлекции, куда входили фильмофонды разных студий, в том числе Союзмультфильма, что дает ему исключительное право на использование этих материалов в интернете. Арбитражный суд Москвы удовлетворил из Госфильмафонда к киностудии Союзмультфильм о запрете использования ее продукции в интернете, а также выдачи на это лицензий. Судьба мультфильмов, которые уже Союзмультфильм успел выложить в интернет, пока неизвестна. Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных, и не очень, событий последней дней. Но отмешься на что-нибудь интересненькое, скидывай мне на вас на котелок. Вдохновленные осьминогами, американские инженеры из Гарвардского университета создали первого в мире полностью мягкотелого робота на основе микрожидкостной системы, который выполнен из силиконового каучука. И так как он полностью мягенький, никаких батареек-проводочков в нем, разумеется, нет. Работает он за счет, так сказать, сосудистой системы клапанов и газа, вырабатываемой из перекиси водорода, который является топливом этого малыша. Разлагаясь на воду газообразный кислород из-за вмонтированных в силикон крупиц платины, служащих катализатором. Этот газ создает давление в ряду пневматических камер и заставляет ножки дергаться. Создавался этот малыш, корпус которого всего 2 см в высоту. Таким образом. Сначала полимеры заливались пресс-формом, затем с помощью 3D-принтера в него вводились специальные чернила для фиксации объема. После его термически обрабатывали, чернила выпаривались, и в нем оставалась сеть полых канальчиков. В две полости его корпуса впрыскивается перекись, она реагирует с платины, и система клапанов под давлением заставляет робота двигаться. Но пока это лишь эдакие конвульсивные подергивания. Ничего конкретного делать его пока заставить не получится. Хотя движения, которых удалось добиться, не очень-то впечатляют, на эту систему возлагаются большие надежды, вплоть до спасательных операций и разведки. Ведь в теории мягкотелый робот может добраться в места, твердым телам недоступные. Ну а Tesla Motors сделала еще один шаг в мире электроавтомобилей. Компания начинает производство новых аккумуляторных батарей, которыми будут оснащать свои машины Model X и Model S. С новой батареей Model S станет первым электрокаром, который с одной зарядки сможет проехать более 600 километров. Новый аккумулятор от предыдущей версии не отличается габаритами, зато имеет улучшенную систему охлаждения и в целом лучше скомпонован. Если говорить про скорость, то с новой батареей разогнаться до 100 километров в час Model X сможет за 2,9 секунд, а Model S за 2,5. Это важная веха в нашей работе. Мы продолжаем развиваться, поэтому я думаю, что сегодняшний анонс поможет убедить людей в необходимости перехода на электрические автомобили. Сказал по этому поводу Илон Маск. Предзаказавшим автомобилю Tesla Motors со старой версией аккумулятора предложили новинку за 10 тысяч долларов. На самом деле электроавтомобили это крутая тема, особенно если вам не безразличен, например, воздух. К сожалению, они пока ездят не очень долго на одной зарядке, а заправок у нас, например, оборудовано очень мало. Да и стоят такие авто прилично, но так всегда с новинками. А со стремительным развитием этой отрасли электрокары могут стать более доступными. И это было бы офигенно. Но и напоследок, испанский издательский дом Сила получил право напечатать копии рукописи Войнича. Это такой иллюстрированный криптографический репус, написанный в 15 веке, но все остальное является тайной. В нем иллюстрированы неизвестные растения, текст написан неизвестным автором и на неизвестном языке, с использованием неизвестного алфавита. Разумеется, над этим документом ломали головы любители криптографии и профессионалы криптоанализа, но ничего конкретного про него сказать нельзя. Есть разные теории о создании языка. Мнение, что книга это по алхимии, некоторые даже считают, что ее подкинули инопланетяне. Книга носит имя антиквара, который приобрел ее в 1912 году. Позже ее приобрел букинист и подарил библиотеке редких книг Бейна Киельского университета, где она до сих пор находится в особом хранилище. До этого ее страниц касались всего несколько человек, но и теперь таких будет не очень-то много. Копии выйдут от весьма ограниченным тиражом 898 книг, и стоить они будут очень прилично, по 9 тысяч долларов. Реализация этого проекта глава издательства добивался почти 10 лет. Так вот, а что если на самом деле книга окажется билибердой? А что, вы в детстве никогда не придумали алфавитов, или просто не создавали чего-нибудь подобного? Найдут вот через 5 веков рулбук по ДНД, и тоже давай голову ломать, что за фантастические звери, о которых там так много книг и всего прочего, а останков нет нигде. Ну просто как вариант, уж если даже инопланетян рассматривают. А если действительно по алхимии, то это будет весьма любопытно. Кстати, не забудьте заглянуть сегодня на Неновости.ру, где тоже бывает интересненькое. На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на мой канал и Инстаграм, и ставьте лайк. Напоминаю, что это шоу выходит благодаря замечательным людям, которые поддерживают нас на поддержи.неновости.ру. Спасибо вам. Пока. И всем удачных последних выходных лета. Во время второго испытания гибридный летательный аппарат Air Lander 10 клюнул землю. По словам представителя компании-разработчика Hybrid Air Vehicles, полет проходил без неполадок. В котором скрывается или не скрывается буква, а если буква скрывается, значит роль ключевая. И роли у нас есть такие.